На этом уроке вспомним первые и вторые замечательные пределы. Первый замечательный предел. Предел отношения двух бесконечно малых функций sinx, деленное на x, при x, стремящемся к нулю, равен 1. Мы имеем предел отношения двух бесконечно малых. Действительно, sinx это бесконечно малая функция, потому что предел sinx, при x, стремящемся к нулю, равен 0. И предел переменной x, при x, стремящемся к нулю, тоже равен 0. Это значит, что мы имеем отношения двух бесконечно малых функций. И мы получаем после подстановки вместо переменной x 0, получаем неопределенность вида 0 на 0. То есть, первый замечательный предел раскрывает неопределенность вида 0 разделить на 0. Кстати, отсюда следует, что sinx и x являются эквивалентными бесконечно малыми. А это значит, что в дальнейшем мы сможем sinx, под знаком предела, при x, стремящемся к нулю, заменять на x. Но при этом надо не забыть, что это мы можем делать только в одном случае, если x стремится к нулю. То есть, при x, стремящемся к нулю, sinx можно будет заменить на x, как эквивалентную бесконечно малую. Далее, какие еще могут встречаться виды первого замечательного предела? Вот, предположим, если мы сделаем замену x, заменим как 1, деленное на t. По-другому отсюда следует, что t будет равно 1 разделить на x. Тогда новая переменная t, при x, стремящемся к нулю, новая переменная будет стремиться к бесконечности. Почему? Потому что обратная величина бесконечно малой является бесконечно большой. То есть, единица разделить на бесконечно малое число будет бесконечно большая. На бесконечно малую величину будет бесконечно большая величина. Это значит, что новая переменная t будет стремиться к бесконечности. И тогда первый замечательный предел будет иметь следующий вид. Предел sin 1 деленное на t разделить на 1 деленное на t при t стремящемся к бесконечности. Можно еще по-другому переписать этот предел. То есть этот предел равен 1. И можно еще по-другому переписать этот предел. А именно, если мы синус 1 деленное на t делим на 1 деленное на t, то мы можем деление заменить умножением и умножить на дробь обратную делитель. То есть умножить синус на t деленное на 1, то есть на t. Получается, что у нас первый замечательный предел будет иметь следующий вид. При t стремящемся бесконечности t умножить на синус 1 делить на t. Вот в таком виде можно использовать первый замечательный предел. Далее, переходим ко второму замечательному пределу. Все остальные возможные варианты, то есть, а именно то, что получается из первого замечательного предела, а именно, например, из первого замечательного предела можно найти отношение tan x деленного на x. Это отношение тоже будет в пределе равно 1 и так далее. Мы об этом поговорим на следующих уроках. Итак, второй замечательный предел. Второй замечательный предел имеет следующий вид. Предел 1 плюс 1 деленная на x в степени x при x стремящемся к бесконечности. Этот предел равен e. И этот предел раскрывает неопределенность вида 1 в степени бесконечности. Да, действительно, это так. Если сейчас подставить вместо переменной x бесконечно большую величину, то есть, бесконечность, вот сюда вместо переменной x, тогда мы получим, что 1 деленная на бесконечно большую величину стремится к 0, то есть, будет 0. В скобках у нас остается 1. И вместо переменной x подставляем бесконечность. То есть, получается, действительно, получается неопределенность единица в степени бесконечности. Далее. Где число e? Это число, иррациональное число, которое равно 2, примерно 718 тысячных. Ну, или 7200, не важно. Далее. В каком еще виде можно записать вот этот вот второй замечательный предел? Опять же, если сделать замену, то есть, если мы переменную x заменим на 1 деленное на t, и отсюда будет следовать, что t равно 1x. Тогда при x, стремящемся к бесконечности, новая переменная t будет стремиться к 0. И тогда мы получим второй замечательный предел в другом виде. А именно, следующий вид будет иметь второй замечательный предел. Новая переменная t уже будет стремиться к 0. Единица плюс t в степени 1 делить на t. И равно e. Действительно, у нас получается та же самая неопределенность. Если вместо t подставить бесконечно малую величину, тогда у нас получится 1 плюс 0 в пределе. Это будет 1. А в степени единица деленная на t стремится к бесконечности. Потому что обратная величина бесконечно большой величины является бесконечно малой. На следующих уроках мы получим другие пределы, которые можно получить с помощью первого и второго замечательных пределов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!